Друзья, итак, у нас на модели гейлера эти картасы. Сейчас я их отпискострую и будем наносить опак. Итак, друзья, вот мы отписочили наши короночки. Оденем. Обязательно, очень важный момент, одевать перчатки. Нам нельзя нашими руками трогать их после того, как отписочили. Потому что у нас жирные пальцы. Одеваем. Теперь приступим к нанесению опака. Итак, прежде чем наносить опак, мы наносим бондинг. Бондинг мы используем вот такой, царамбонд для никель-сплава. Бывает отдельный для кобальт-сплава. Обычно я могу на единичке не мазать бонд, я сразу мажу опак, но ничего страшного там не бывает. Но в этом случае так показательно мы нанесем. Итак, я поставил на триггер сразу же, подготовил наши коронки, чтобы нам было удобно их туда же ставить в таком же положении. Бондинг нам не нужно перекрывать их как опаком, прям вкладную. Хватает очень мало. Немножечко коснуться и очень тонкий слой помызать. Пленка хватает. Все. Берем маляр. Малярчик. И все, что у нас осталось на кисточке, в принципе, хватает. Теперь запекаем это все на программе бонд. Итак, друзья, начинаем мазать опак. Вот у нас она вышла с бондинга. И первым делом обычно единички я наношу шпателем, сразу же перекрываю. Это сок там уже приходит. Я научился сразу перекрывать единички. Но на первых порах советую использовать кисточку. Для того, чтобы у нас не было никаких пор. Мы первый слой опака. Вот так проходим, мажем, наносим. И цель у нас стоит, чтобы она полностью не перекрывала. Нужно полностью не перекрывать, а такой небольшой тонкий слой нанести. После обжига наносим второй слой уже шпателем. И у нас не будет никаких пор. Принцип работы со шпателем я уже покажу на втором обжиге опака. Продолжение следует... Все, вот это запекаем. И уже второй слой будем наносить шпателем. Перекрывать их полностью. Итак, друзья, начинаем наносить второй слой опака. Опак у нас должен быть не очень густой и не очень жидкий. Примерно как такая консистенция сметаны. Теперь, что наносить? Таким шпателем металлическим я наношу. Перекрываю полностью металл. И вот такими движениями мы разводим опак, чтобы у нас не было пор. Если у нас будут поры, это у нас скажется уже на этапе глазури, да, как коварная такая штука. Прямо когда вы глазурите эту работу, там может такой пузыречек образоваться именно из-за этой поры. И или нужно уже взбивать керамику, переделывать, ну или там залечивать. И тоже все равно какие-то следы остаются после того, как вы лечите эту пору. Керамика может проплыть уже. Если мы будем каждый этап делать все правильно, как положено, как вы и показаны на этом видео, то никаких проблем у вас не возникнет. Вот так разводим. Перекрываем полностью металл. Не оставляйте опак. Такой слой опака, чтобы... Нам нельзя оставлять именно на крае вот здесь, видите, краешек. Чтобы у нас здесь был максимально тонкий слой опака, но и одновременно перекрывал металл. Мы будем наносить керамику, у нас должно быть более-менее идеальное прилегание. Если вы больше опака здесь оставите, все равно будет переход от культи, коронки, уже не будет идеального стыка. Вот, 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 вот. Все немного раскладываем. Вот, полностью мы перекрыли ее опаком. Две коронки у нас вот заоплачены. Уже последний второй слой и будем спекать вперед. Уже последний слой. Все немного раскладываем. Вот, 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 вот. Возвращаем. Вот, 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 вот. Вот, вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...